Всем пока, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Предлагаю вам глянуть абсолютно фантастическое и нереальное зрелище, неожиданное даже во многих смыслах, и претендующее название шоу-матч года, по крайней мере, по задумке. Это реверс расы Хэппи против Романтика, где Романтик играет за расу Хэппи, то есть за Нежить, в то время как Хэппи играет за расу Романтика, то есть за Альянс. Призываю фонд 700 долларов, играют все пять карт, и мы все пять сегодня посмотрим. Так что устраивайтесь поудобнее, и приятного вам просмотра. В принципе, это должно быть очень интересно, но есть нюанс, заключается он в том, что Хэппи все-таки за все расы поиграл в свое время. Много он практиковался, когда стримил много, и когда он выполнял разнообразные челленджи и задачи. Он даже турниры некоторые играл за Альянс порой, но при этом Альянс это его самая слабая раса среди всех. Он за нее хуже всего играл, и даже проигрывал рядовым игрокам довольно регулярно на турнирах, когда я играл за Альянс. Поэтому среди всех рас, мне кажется, Альянс все-таки его самая слабая. Но, тем не менее, проблема в том, что я вообще никогда не видел, чтобы Романтик играл за кого-то кроме Альянса. Вообще никогда, абсолютно. Я даже не слышал о таком. Поэтому я думаю, что у Романтика все еще хуже с нежью, чем у Хэппи с Альянсом. Поэтому встреча в этом плане должна быть очень интересной, потому что оба явно находятся в невероятном дискомфорте, в невероятном стрессе, так как это необычно, как минимум. Но, тем не менее, это должно быть чертовски интересно, согласитесь. И мне уже интересен выбор первого героя от Аромантика. Он берет Жука первым героем. Для тех, кто не знает, напомню, что Аромантик или Фортитюд, его новый никнейм, это сильнейший игрок за Альянс современности, который в 1024 году поднял расу на небывало высокий уровень. Последние пару лет Альянс очень сильно страдал в турнировом плане. Почти ничего не выигрывает. Но Аромантик и его инновационные идеи и стратегии очень сильно вытянули эту расу. И он стал полноценным Тер-1 игроком, скажем так. Но нежить в исполнении, я не думаю, что это будет что-то очень сильное. Но посмотрим. Я думаю, все топовые игроки в той или иной степени за все расы могут играть более-менее. Но Жук первым героем это забавно. Особенно учитывая, что Жука в последнем патче апнули. Ему сделали дешевле подкопку. И, соответственно, легче теперь будет этим пользоваться. У Жука всегда большие проблемы с маной. И поэтому, чем дешевле его заклинания, тем лучше. Там же, с другой стороны, Архимаг. Хэппи вообще раньше, когда он играл за Альянс, очень часто играл однобазовую стратегию. То есть он почти никогда не ставил дополнительную базу. Но, судя по всему, потерянный храм — это карта, где нельзя играть без дополнительной базы. Особенно учитывая, что Хэппи видели. С самого начала разведывал ополченцам. И противник находится далеко, в другом конце карты. А не под боком, как порой может быть. Так что он будет явно здесь ставить базу. Вопрос, конечно, получится ли так сыграть. Хэппи не хватало дерева на пауэрбюдинг. Немного завтыкал с ресурсами. Но, тем не менее, дерево только что сдалось. И он начинает строить абсолютно спокойно. Тем временем, Романтик тоже ставит дополнительную базу. Жуку выпало кольцо защиты. Архимаг с другой стороны получил усиленную перчатку скорости. И очень круто забирает здесь Акалита. 25 опыта. И так как он знает, что делает его оппонент, он, видимо, собирается помешать ему, ставить базу. Он это сделает очень тяжело. Особенно учитывая, что у Жука уже появился подкоп. И теоретически это возможно, например, подкопать вражеского героя, потом его окружить. Это возможно. Очень тяжело сделать. Ну и при этом у него потенциально много жучков и скелетов. Поэтому армия у Жука должна быть просто гигантской, естественно. Ахимаг поэтому вернулся и решил просто покрипиться, вместо того, чтобы навязывать борьбу и агрессивничать. Жуки отправляется на разведку. Увидел, что у Хэппи есть дополнительная база. Это, в принципе, удивительно. Но, с другой стороны, возможно, Романтик даже не знает о том, как Хэппи играет за Альянс. Но, тем не менее, тут рудник строится. Напомню, что в последнем патче рудник на 5 секунд быстрее начал строиться. Возможно, эти самые 5 секунд прямо сейчас и зарешают. Потому что оно почти готово. И как только здание будет готово, оно получит броню. И при этом еще и возможность ремонта. Я думаю, что эти 5 секунд сейчас очень сильно зарешали. Потому что, если бы оно на 5 секунд дольше строилось бы, то Романтик потерял бы половину ХП у здания, скорее всего. И, возможно, потом бы еще это здание отменили бы. Не факт, конечно, но я думаю, этот баф сейчас сильно только что зарешал. Тем временем Жук еще одно кольцо защиты получил. Мега бронированный герой, получается. И хочет он взять, видимо, третий уровень. Там готова Нерубская башня. Акалиты умирают. Один Акалит погиб, второй Акалит тоже в ближайшее время погибнет. Некрополь пытается сделать. Ну и Тер-2, понятное дело, не нажимает. Не до контроля в этом, конечно же, Романтик. Он просто отдал двух Акалитов. В идеале надо было, наверное, как-то сорвать их. И через шифт заставить туда-сюда бегать. А Нерубкой разных пехотинцев атаковать, чтобы их замедлять. Жук поднял третий уровень. Он продал свиток телепорта. Пытается окружить пехотинца. Потому что Хэпин тупо не контролил. И получилось окружать пехотинца очень тяжело. Но он это сделал. Тем временем Архимаг не поднял третий уровень. Это очень большая проблема для Хэпи. Второй элементаль критично важен для обороны. Без второго элементали у Альянса толком ничего нет. Но с другой стороны, он построил магическую башню. Что уже неплохо. Она может убивать жучков и скелетов. Но при этом Хэпи слишком рано отправил отполщение. Потому что оно уже, по сути, наполовину закончилось. Но противника он прогнал этим ополщением. Поэтому, видимо, все было не зря. Но проблема в том, что сейчас ополщение закончится. Посмотрим, что будет дальше. Там тем временем уже полноценно будет сейчас работать база у Романтика. Пятый Акалит подходит. И он нажимает СР2. При этом будет Некрополь. Новых Акалитов там можно будет нанимать. Жучков желательно не отдавать здесь Романтику. Потому что он таким образом может отдать третий уровень Архимагу. И это очень опасно. Для него отсутствие второго элементали. Это безумное преимущество нежити прямо сейчас. Жук тем временем тут, судя по всему... Да добивает, кстати, красиво очень добивает своего жука, чтобы не дать опыт. А тем временем вурдалак отправляет на рабочих. Зачем? Для того, чтобы они атаковали рабочих. И при этом магическая башня против вурдалаков вообще абсолютно ничего не делает. Там тем временем на жучках, судя по всему, третий уровень сейчас поднимет. Да, поднял третий уровень на жучках. На андаваусе здесь Романтик. Это его большая ошибка. Но при этом он тут рабочих наубивал. Штуки три погибло, я так понял, да? Три рабочих погибло. Это не так уже плохо. С другой стороны, Романтик только что потерял тут вурдалаков. И это тоже существенная потеря. Хэппи, если что-то сам уже почти вышел в Тир-2. Очень активно. Блин, как много красных пехотинцев. Ё-моё, их не добил, получается, Романтик. Но матч, конечно, мега активный. Пытается Романтик на посохе прилететь. Свиток исцеления. Он купил... О-хо-хо-хо-хо! Сюда! Офигеть! Минус два пехотинца. Минус три пехотинца. Фантастика! Все было не зря. Три пехотинца добил. Жук. Три. 120 опыта. Огромное количество ресурсов. Ну, конечно, пехотинец это на дистанции расходный материал. Но терять унитов просто так, конечно, не хочется. Хэппи не просто так же их отводил. Не просто так спасал. Ну, такое активное, активное очень развитие событий. И вы также можете активно поставить... Ставить пальцы вверх для того, чтобы продвинулся этот видос. Мне кажется, это очень занимательное зрелище должно быть. Я просто по задумке вполне могу это в рамках нашего сообщества. И лично для себя это назвать шоу-матчем года. Давайте посмотрим, что сделают эти игроки. Потому что это реально профессионалы и очень жесткие ребята, которые поставлены в нестандартные, необычные, неприятные для себя условия. И при этом имеют мотивацию победить. Так как, ну, 700 долларов это очень много. Так что не забывайте ставить пальцы вверх, писать комментарии, подписываться на канал, извините колокольчик, если вам нравится 3 Warcraft и нравится контент. Спасибо большое, что смотрите. И приятного вам просмотра. Ну что, есть Тир-2. И сразу после Тир-2, нажимая Тир-3, нанимает Жука. Пытается Хэппи здесь со вторым элементарем что-то сделать. Удивительно, он купил свиток защиты. Это очень забавно. Вряд ли он тут сможет как-то пробиться. Но он может в магазин попытаться отменить на Мэйне, например. Он может... Ну, он хочет в любом случае как-то напрячь оппонента, скажем так. Жук имеет хорошую регенерацию здоровья на проклятой земле. О, уничтожение алтаря. Это будет очень круто. Но, с другой стороны, он не знает, когда был заказан герой. И подозревает, что он слишком скоро выйдет. И поэтому нет смысла пытаться его убивать. Выгоднее пытаться убивать вурдалаков и юнитов. Так как... Если пехотинец это расходный материал, то вурдалак это очень важный Тир-3 юнит. И чем больше вурдалаков сохранится до Тир-3, тем больше вурдалаков получит ярость вурдалаков. И таким образом станет гораздо сильнее. Пускай в последнем патче ярость вурдалаков понерфили. Это все еще невероятный баф, который превращает вурдалаков в одного из сильнейших юнитов в игре. Там, тем временем, правда, как видите, романтик заказывает пауков. Светок защиты использовал Хэппи. Конечно, бойня. Ну, светок защиты. Кое-как тут зашел. Немного вурдалаков погибло. Интересная, конечно, борьба. Там, тем временем, кстати, Горный Король просто стоит в поле. Ну, боится на дотекании, видимо, его подвести. Блин, капец много пехотин. Задубивает своего здесь Хэппи. Четвертый уровень хочет добить. Отправляет Горного Короля на индивидуальном контроле. Он просто боялся, что он на дотекании где-то очень плохо встанет. Там, тем временем, уже есть Тезри. Хэппи добавляет авиарии. И собирается играть дракондорами. Грифонами, судя по всему. Он качает дрессировку животных. Паладин третьим героем. И Мас Грифоны. Ну, на этой карте Мас Воздух. Клёвый. Я думаю. Добивает своего пехотинца, чтобы быть в 50 лимита. И добывать больше золота. Так как, когда он был на 52 лимита, он получал только 7 золота вместо 10. А теперь он опять получает 10 золота из 10. То есть он собирается некоторое время побыть в зелёном банке. Но при этом он только что потерял пехотинца. Ну, он же не планировал терять пехотинца. Паука, наверное, тут теряет. Что? Он вживает. Молоток. Да, молотком его добьёт. Ну, терять паука тоже криминально. Раненых пехотинцев отводит Хэппи. Потому что раненый пехотинец это всё ещё солдат, который может быть вылечен. И потом он может принести какую-то пользу. Быть стенкой для чего-то более сильного. А там тем временем нанимаются грифоны. Выходит всё-таки в жёлтый лимит. Здесь Хэппи. Там тем временем романтик нанимает Элеча третьим героем. Фонтан в центре карты. Это особенность потерянного храма. Тут есть, конечно, крипы. Но ночью они спят. Не менее решил всё-таки их покрипить. Ну и убить их будет тяжеловато. Но он в первую очередь работает по гномам с средней бронёй. Это тюремщик и убийца. А потом только можно уже начинать убить надзирателей. Убить надзирателей будет проблематично. Так как на фонтане они тоже лечатся. Ну а вот тюремщик и убийца. Это довольно лёгкая цель. Жук романтика видит, что в центре прямо сейчас его оппонент крипится. Но что он может с этим сделать? Книга мёртвых выпала. Такая себе штука, наверное. Но с другой стороны это какая-то дополнительная стенка. Потому что там вызываются также скелеты стрелки. Которые помогают против грифонов в том числе. Так что почему бы и нет? Лич тем временем уже есть. Сферу ему взял. И нанимает массово пауков. Сетка для пауков стала дешевле. Поэтому они как антивоздух стали интереснее. Но желательно ещё грейды паукам заказывать на броню. Тоже не помешало бы. Ну и потенциально, раз у есть дополнительная база. Не помешало бы конечно поставить храм проклятых. И заказывать боншей. Потому что антимагический щит боншей. Естественно, очень сильно помогает. Он блокирует 400 урона магического. В том числе от атак грифонов. Плюс ещё антимагический щит боншей. Помогает от молотка и света. Паладина и горного короля. Таким образом уменьшает весь этот потенциал урона. Телепортировался домой. Очень неприятно поймали здесь грифонов. И тут явно будут забирать. Рыцарем кстати он прокачал сияющие клинки. Если я правильно увидел. Нет, он не прокачал мне показалось. Напомню, что рыцари стали слабее против пауков. Так как у них забрали сияющие клинки. И теперь их нужно опять качать. А стоит у него очень дорого. 100 золота и 150 дерева. И качается аж 40 секунд. Что эквивалент на строительстве одного рыцаря. Так что мы этот апгрейд почти никогда не будем видеть на самом деле. Нет, он прокачал. Он их прокачал. Офигеть. Ну это... Странно. Скажем так. Выгоднее сделать рыцаря. Я могу понять прокачку мечей, когда у тебя 100 лимита. Или когда у тебя 80 лимита и ты не хочешь уходить в сотку. Ну, тем не менее, теперь... А я не могу понять, почему у одного рыцаря есть меч, а у другого нет. Как это работает? Это баг какой-то. Реально, у одного рыцаря есть, у другого нет. Что это такое вообще? Я не уверен, что... Я думаю, он меч не качал. Это очень странно, если бы он качал. Это нелогично. Выгоднее сделать дополнительного рыцаря в его ситуации. Какой-то графический баг. Третий уровень рыцаря смерти. Второй коил. Есть свиток исцеления. Камень здоровья. Еще один свиток исцеления. Лич, запакованный защитными артефактами. Такой странный баг, реально. Ну сейчас вот, если он не прокачал его, то можно прокачать, конечно. Это выглядит вполне... Не, ну, видимо, прокачал. Потому что, видимо, только у одного рыцаря какой-то графический баг. И не показывается меч. Так, скипитер аучности. Ну, неплохая штука. Продажа любого юнита. Можно сфинкса продать, например. Ну или продажа паука. Тоже довольно неплохо. Но ты просто берешь и продаешь паука. И все. Убиваешь противника... Противнику одного юнита. Это довольно сильно. Романтик не делает баншей. Не ставит храм проклятых. Но выходит в третью базу. Альянс тоже хочет построить третью базу. Без баншей против грифонов может быть довольно тяжело. Особенно если грифоны сильно прокачаются. Они вон первую броню сейчас скачают. Горные короли по один взяли третий уровень. Поэтому у Альянса супер мощная прокачка. Супер мощные артефакты. Не, это не стоит недооценивать. Медальон храбрости. Капюшон изворотливости. Банки здоровья. Ставф. Еще один ставф можно взять. Мне нравится, что Хэппи всегда пытается пользоваться фишками своих рас. И вот многие игроки из Альянс не покупают сферы огня против нежи. А это им бавить. И Хэппи это понимает, как игрок за нежи. Поэтому он покупает сферу огня, кто и режет любое лечение. В том числе лечение от Кайла на 35%. То есть восстанавливается не 200 здоровья от первого Кайла, а гораздо меньше. Ну, такое. Здесь, конечно, очень выгодно стоят грифоны. Не подставляются. В то время как пауки страдают. Но, видимо, все-таки Хэппи посчитал, что у него тут все не очень хорошо. Поэтому он решил нажать телепорт. Но он пауков немало тут забрал, такое чувство. Там книга мертвых зарешала. Слушай, прикольно, что отправляет на разведку юнитов, чтобы... А, он тут знает, что уже строится база. Поэтому он пришел мешать. Кстати, еще одна из причин, зачем играть грифонами, это то, что жук и его подкоп слабее. Потому что подкоп работает, естественно, только на наземных юнитах. С другой стороны, сетка позволяет по ним попадать. Потому что, я так понимаю, подкоп должен работать по грифонам, которые в сетке лежат на земле. Потому что... Ну, это так... Так это должно работать, короче. Лича пытается прокачать до третьего уровня. Пауки 2-1 имеют. Вурдалак эти временем не добывают дерево. Косяк. Но проблема нежити в том, что у них не показывают... Ну, типа у всех раз есть кнопка «Нерабочий, рабочий». А у нежити нет кнопки «Нерабочий, вурдалак». Поэтому это не интуитивная штука. И это просто показывает то, что романтик не игрок за нежить. Ну и поэтому у него могут быть проблемы с деревом. Хотя пока что все более-менее окне. Он заметил, что вурдалаки не работают. Перевел камеру. И обратил внимание. Есть ли свиток телепорта у нежити? Светок телепорта у нежити нет. Видимо, нужно лететь. Телепортируются оба игрока. Странно, что в сетку никого не поймал. Но все равно никого бы не убил. Качается броня рыцарям. Чтобы рыцари были 2-1. Дополнительную базу сверху справа увидел хэппи. Как раз на лимите временем выходит романтик. Подрезал Акалит. Рыцарь вообще очень приятный в убийстве рабочих. В том числе Акалитов. Если нет башни Неруба, то он Акалитов на раз-два режет. Но, тем не менее, вот так вот рыцаря можно просто забрать. Халява. Лич, конечно, сильный. Плюс 15 к урону. Третий уровень. Вторая нова. Грифонов в сторонке держит. Странно, что не качает третий меч. Качает вторую броню для рыцарей. Которых у него почти нет, по сути. Ну, потому что третьи грейды, наверное, самые дорогие. Ой, как рыцарь подставляется. Стафа нет. Странно, что не купил все стафы. Стафы в последних панчах стали дешевле. Только 200 золота стоят. Ну, просто хэппи разводит. Хэппи разводит своего оппонента. Пользуется фактором мобильности грифонов. Потому что они летающие. И могут быть где угодно. Он знает, что оппонент прилетел на эту базу. Он знает, что не может прилететь сюда. Это на посохе летит. Ну, и в итоге, как мы видим, падает проклятый рудник. Все-таки воздух это очень раковая штука. Не зря многие профессионалы об этом говорят. Воздух слишком мобильный. И может создавать бредовую ситуацию. Ну, и хэппи грамотно разводит, конечно. При этом еще башню духа уничтожает. Чтобы тут тоже были сильные грифоны. В том числе и грифоны. Тем временем уничтожает просто следующий проклятый рудник. Романтик психановый. Идет убивать третью базу хэппи. На такой большой карте. Хэппи себя показывает просто первоклассным. Потому что он разменял, по сути, три базы оппонента. Три шахты оппонента. На одну свою базу. Притом, что у него еще есть один экспанд. Который будет пять минут минимум работать. Еще тут темная церадель будет падать сейчас. Интересно, конечно, получается. Очень забавно. Не, ну романтик, конечно, загнал себя просто в тупик. Видно, что он вообще не понял, что ему делать. И это нормально. Четвертый уровень паладина. Возможно, ауру прокачает. Ну, или вторую невоязвимость. Это тоже вариант. Да, он прокачал вторую невоязвимость. Удивительная ситуация, конечно. Третий меч качает для всего. И вот проблема в том, что сюда жук телепортируется. И если среагировать, то, ну, вы видите, что происходит. Странно, что я не помню. Как будто у него сетка не на автокасте стоит. Не, ну на первой карте хэппи, конечно, просто как дитя развел андеда. Андед вообще не понял, что ему делать. Ну, потому что Альянс играет нестандартно. А у романтика нет опыта игры за нежить. И вот таки это накладывается друг на друга. И это, конечно, круто работает очень. Он просто не понимает, что ему делать здесь. Третий играет на атаку. Скоро будет у рыцарей и грифонов гораздо сильнее будут в плане нанесения урона и проноса базы в том числе. Сеток телепорта нажимает, потому что не хочет отдавать юнитов. Чувствует, что может проиграть прямой бой. В итоге просто вернулся. Я ему еще купить стафы, на самом деле рыцарей дофигища. Альянс вышел в 100 лимита. Он готов к прямой битве. У него очень сильные рыцари-грифоны. Сейчас будут мощнейшие 100 лимита. Еще бы свиток телепорта взять чисто на всякий пожарный. Он его взял и купил еще один стаф. Есть третий меч. Огромная толпа. 3-2 рыцарей. Мощные герои. 2 стафа. Грифоны в поддержку. Просто разводить можно нереально. И прямой бой можно принять. Там, правда, против сфинксов абсолютно ничего нет. Но сфинксов там много быть не может. Потому что нежели тупо нет ресурсов. Да и лимита на это. То есть у него даже лимита нет, чтобы заказывать дополнительных юнитов. И Хэппи зачем-то идет качаться на 100 лимита. Это очень странное решение, мне кажется. Может быть он боится, что там какая-то секретная база оппонента. Но это, если честно, очень подозрительно. Он, видимо, 5 уровень архимага хочет. Но он ведь 100 лимита сидишь. Если ты хочешь, сидишь в 100 лимита, как будто хочется просто идти в атаку и размениваться. Потому что у тебя слишком слабая экономика. Фунин с благородством. Выезжает свиток телепорта. Да, жмет свиток телепорта. И сейчас будет стараться дать бой. Он прям в толпу врага телепортировался. Опасно кто-то скажет. Но я и есть опасность, говорит Хэппи. Потому что его тут много. Он гораздо сильнее. Рыцари должны без шансов развалить, конечно же, пауков. И так в целом и получается. Хэппи по большей части сносит своего оппонента. Андет заканчивается. По лимиту это тоже заметно. Грифоны тоже довольно долго живут. Даже, несмотря на всего лишь первый гряд. Клэп. Тоже неплохо заходит. Он замедляет и разводит. Это в итоге на первой карте очень уверенно выигрывает Хэппи. Прям супер уверенно. Это круто. Первоклассно было сыграно. Очень филигранно. Отличная игра. Чуть не сказал от игрока за нежить. Потому что вы понимаете, как привыкаешь ассоциировать игрока с конкретной расой. Но в этом случае от игрока за альянс. И эта серия будет продолжаться, дамы и господа. Мы смотрим следующую карту. Хэппи каждый раз будет играть Архимагом первым героем, естественно. Тут же Лич первым героем. Романтик пытается в эксперименты. Я думаю, на этой карте Хэппи в одну базу будет играть. Я почти уверен, что Хэппи будет почти на всех картах играть в одну базу. Потому что это проще. Если ты играешь в непривычных условиях, чем более простую стратегию ты используешь, тем легче тебе играть по очевидным причинам. Потому что простая стратегия проста в исполнении. Обычно. Второй уровень у Архимагома со второй точки. Конечно, детская расстрела получается. Высокая скорость атаки. Огромный бонус скорости атаки. От двух артефактов суммарно. Личь тем временем с когтями. Когти крутой артефакт. И желательно плащ с ней, кстати, тоже неплохо, чтобы прятаться. Ой, неужели сейчас умрет здесь? Ну, разменял пехотинца на вурдалака. Это не так уже плохо. На ранних этапах игры. Элементаль очень побитый. Новая на перезарядке. Ведь сейчас пытается раненого этого добить. Добивает. Ритуал можно на раненого вурдалака. Отдает, кстати. Но, с другой стороны, убивает пехотинца. То есть, хотя бы своих вурдалаков разменивает. Но в идеале вообще вурдалаков не отдавать. Если не отдавать в плане... Чтобы они не умирали, то хотя бы не давать опыт оппоненту. Это очень важно. Еще одни перчатки скорости покупает дед. Не, ну, наваливает он очень быстро. С руки, конечно, это факт. Замедление Лича стало слабее. Вообще, если что, немного ослабее Лича. Но только начиная с третьего уровня. Его нова... Ново второго уровня на секунду меньше будет замедлять. Юнитов, не героев. Поэтому пехотинцам в теории легче будет уходить. Такая неприятная штука. Неприятный нерв для нежити. На ранних этапах игры против Альянса очень сильно может решать порой. Тролль ЖРС в итоге вышел. Не погиб. Ну, Архимаг как бы... Да, это конечно, конечно. Это Рифлокаст. От Хэппи. Чем проще стратегия, тем лучше. Мне же, с другой стороны, тоже нажимает тир. Потому что базу тут ни при каких обстоятельствах, конечно же, не поставишь. Ой, ну Архимаг идет к третьему уровню. Это очень неприятно для Романтика. Потому что второй элементаль очень сильный. В идеале, конечно же, ни при каких обстоятельствах не отдавать. Добивает Нитрау в итоге Вурдалак, а опыт не получает Архимаг. И в итоге убитый пехотинец и элементаль дает третий уровень Личу. И это вторая нова. Кладбище. Интересно, что он будет делать. Будет ли это Вурдалак и Сфинкс, или это игра в пауков? Что вообще собирается здесь сделать Романтик? Рыця Смерти, конечно же, там горный. Паладин вторым героем. Ого. Что? Это неожиданно. Хэппи. Что-то на ходу придумывает. Ну, паладин вторым героем это нормальная тема, просто... У тебя контроля нет вообще, без горного короля. А паладин просто дает лечение, что тоже прикольно, но... Ну, не знаю, посмотрим. Паладин против нежити это, конечно, мультизатачный персонаж, потому что... Он может использовать свет против вражеской нежити и наносить им урон. Что, естественно, круто, но свет не замедляет. С другой стороны, свет дешевле по мане, чем молоток. Свет стоит 65 маны, молоток 75 маны. И в условиях наличия ауры регенерации маны, светом можно буквально просто спамить. Но это очень странно. Будет ли Т3, интересно? Т3 рефлакаст. Довольно прикольная стратегия. От альянса против нежити. У тебя три сильных героя. У тебя сфера огня. У тебя став. Это буквально как классическая нежить. Что? Как говорится, я бью молотком дважды по голове и по крышке гроба. Добил троллям. Когти плюс 8. Ну, Архимаг очень опасный персонаж. Здесь будет... Ни в коем случае не нужно будет его недооценивать. Зелень неуязвимости 15 секундная выпала с ограмага. Еще когти взял, да? Да, Архимаг очень опасен. Ну, то есть он просто вместо Архимага лечать делает. В принципе, лечит и мертвый Архимаг, поэтому все по факту. Пытается развлекать романтик оппонента своими героями. Нельзя кой у новой добить каменного голема. Это преимущество в криппинге для альянса. На самом деле, временем ждет Тир-3, ярость вурдалаков. Статуи пока что не нанимает, у него лимита просто нет на статуи. Ну, и лич просто гонит оппонента, дает опыт Паладину, по сути. Тут, наверное, личу надо было все-таки постараться какого-то крипа своровать. Там Паладин берет второй уровень. Он тут невоязвимость, наверное, брать будет. Взял ауру? Ха. Довольно нагленько. Потому что однобазовая стратегия, она до одной... Он не делает Т-3. А что вообще делает Хэппи? Это реально просто обыкновенный Тир-2 рефлокат с Паладина вместо... О, все, он нажал Тир-3, слава богу. Но обычно Тир-3 раньше жмут в этой стратегии. Обычно Тир-3 раньше жмут в этой стратегии, но из-за того, что он нажал его позже, у него чуть больше армия, и он может нагленько крепить центр карты. Таким образом, имея больше опыта, потому что он забирает центр себе. И потом пойдет налево, и там еще будет четыре жирные точки. Там тем временем не есть Т-3. Заказываются с двух боин. Так Хэппи... Видит, что там две бойни. Поэтому он понимает, что там асфинксы. В общем, асфинксы против рефлокаста. Это кринж какой-то. Это слабо. Стрюки же это контрят. Наверное... Не, ну, да-да, это однозначно контрит. Тут, наверное, нужно было романтику добавлять абоминейшенов, мясников, поганищ. Тем более, что в последнем патче они стали сильнее, у них больше урона с руки стало. Сфинксы это чушь полная. Это не работает. Добивает новой. Пытается максимально агрессивно играть Хэппи. Специально для того, чтобы забрать весь опыт. Ведь сама суть этой стратегии в том, что у тебя сильные герои. Такие же сильные, как у Нежи. У тебя... Ты не отстаешь по уровню, а в итоге даже доминируешь. Как мы видим, он действительно доминирует. Потому что там Рыцарь Смерти до сих пор первого уровня. Романтик вообще не выкупает, что делать. Потому что... Однобазовый альянс это гигантская редкость на хорошем уровне игры. Так никто не играет. Потому что... Ну, принято считать, что это неэффективная, слабая стратегия. Что она обычно не работает. И... Её много тестировали. То есть, если что, пару лет назад ею играли просто все игроки за альянс на турнирах. И не только. Её массово тестировали. Массово экспериментировали с однобазовым альянсом. И он просто не... Прижился, скажем так. И... Многие посчитали, что он бессмысленен. И... Просто решили играть всегда с Экспандом. И, в принципе, в этом есть смысл. Потому что... Ну, практика показывает, что однобазовый альянс. Нестабилен слишком. Одна ошибка, это и ошибся, как говорится. Но... Романтик вообще не вдупляет, что ему делать. Возможно, он просто давно не играл однобазовым альянсом. И... Не может представить со стороны, что делать. Со стороны нежити. Не знаю, короче. Но это очень забавная ситуация. Но Романтик явно потерянный такой, знаете. Потерянный мальчик. Большая черепаха закреплена. Флейта это прикольно для сфинксов, учитывая, что он их делает. Добавляет поганищ. Это очень правильно и хорошо. А Калит против Охотника сражается, что? Там тем временем заказан Горный Король. Он купит огненную сферу и став, скорее всего. Боже, посмотрите на этого Архимага. Просто дед-пердед. Реально, дед-пердед. Плюс 18 к урону. Еще и сфера огня, наверное, появится. Пытается книгу взять. Но такой, да не нафиг. Ну, нет Горного Короля. Некем ловить. И он не скоро еще появится. Романтик видит, что тут в алтаре кто-то делается. Есть замок. Очевидно, что это Горный Король. Вряд ли это Бладмаг. Нахаляю. Уж... Ну, Романтик просто растерянный. Вот другому не описать это. Он просто растерянный. Но глобально говоря, мне нравится. Да, он... Ну, когда я сказал, что фигня это сфинкс, это не работает. Он такой, ну да, действительно. Видимо, как бы... Как бы рация просто есть с переводчиком. С моего видео. Поганище стали сильнее. Поганище это идеальный юнит против 1 базового альянса, как практика показывает. И после последнего патча это однозначно истина. Но, предположительно, Романтик так сильно отстает. Тут еще пытался выкупить Лича, но Хэппи знает, что оппонент хотел выкупить Лича, потому что это очевидно. И в итоге перехватил в Рудалак и теперь идет в атаку, потому что знает, что там нет Лича. И по лимиту Хэппи просто слишком много. И за счет сильных первых двух героев и со сферой огня он может тут разваливать. Одни когти он передал... Нет, одни когти он продал, судя по всему, и взял сферу огня. Ну, потому что сфера огня дает тот же урон, только при этом еще и понижает регенерацию и восстановление здоровья от Кайоан. Прокачал чумное облако. Заказывает дополнительных абоминейшенов. Лич не успевает выйти. Акалиты вышли на ремонт, но их наказывают за это. Стрюки, кстати, 2-0 по грейдам. Ну, и там и Нарфайр есть с Аурой Паладина, поэтому у них даже без прокачанной брони 30% поглощения урона. Абоминейшен просто закончился. Лича выкупил, и он вернулся домой. Кажется, смерть под сумасшедшим фокус уроном. Еще и замедление волшебницы имеется где-то сзади. Просто заспамили. О, боже, это такой бред. Просто ультра-доминация, конечно, от Хэппи на этой карте. Романтик просто вообще не понял, что ему делать. Он просто такой что? Он типа такой, в смысле? Четвертый уровень Паладин. Это вторая Аура будет сейчас. Да, теперь плюс 4 брони у всех. Выглядит это теперь еще круче. Второй уровень Горного Короля. Абоминейшен и, конечно, такого количества юнитов врага разваливают. Тут желательно иметь хотя бы одного сфинкса, который диспейлит внутренний огонь. Лич поставляется, молоток. Свет тоже можно. Да, даже без молотка просто светом добили. И в итоге Романтик сдается. И 2-0 ведет Хэппи. Но вторая карта, это просто, конечно... Это просто издевательство какое-то было. Вообще не понял, что делать Романтик. Ну, все-таки сказывается то, что он вообще не играет в задержке. У него нет опыта практического. Ну, теоретически он, может быть, что-то там понимает со стороны и так далее. Но нужно самому наигрывать тысячи матчей для того, чтобы действительно понимать, что вообще происходит в этой игре. Третья карта. Черепашьи скалы. Большая карта с большим количеством золотых шаг, но при этом она достаточно компактная. Поэтому полноценная макро тут играет в футбол. О, плюс еще особенность карты в том, что... Особенность карты заключается в том, что... Очень сильные тут точки. В основном большинство точек довольно крепкие. Их тяжело крепить. Но и обратите внимание, Романтик третью игру берет другого третьего героя. То есть он пытается найти стратегию, в которой ему будет комфортно играть против Хэппи. Потому что он вообще не вдупляет, что ему делать на этой карте, что ему делать вообще против Хэппи. Хэппи, а ведь, играет агрессивно. Это говорит о том, что он собирается играть в одну базу. На этой карте, в принципе, это нормальная история. На этой карте очень тяжело ставить дополнительную базу. Параллельно крепится ополченцами, недоконтроливает, отдает рабочего. И нажимает Тир-2. И таким образом получает второй уровень Архимаг. У него есть аура. Чувствует он себя просто сверхкомфортно. Феноменальное окружение Рыцаря Смерти. Но потом он выходит из окружения. Вурдалаков просто банально очень много. Пытается окружить элементали, чтобы получить опыт. За каждого элементали дает 42 опыта. Не удается окружать Романтика. Романтику, точнее, Хэппи. Ну, потому что надо уметь. Надо уметь окружать вот эту, знаете, вот эту скорость передвижения вурдалаков на ауре. Это тоже особенные микромелочи. Ну, короче. Собственно, вообще, эта серия, это прямое доказательство того, почему почти все игроки почти всегда играют только на одной разе. Ну, потому что, как бы ты ни был, ты хорош, ты не можешь играть за все расы одинаково идеально. Такого не бывает. Никогда в жизни не было такого игрока, который за все расы играет одинаково круто. Всегда есть какая-то раса, за которую ты чувствуешь... Ну, в которой ты чувствуешь круче. Это очевидно. И, собственно, даже вот эти вот микромелочи и микрозавтыки от Романтика, это прямое доказательство. Да и Альянс тоже. То есть, как Хэппи там завтыкивает иногда. Там рабочего на крепинке отдает, то да сё, там это. Там рабочие отходят, потому что дерева нет, он завтыкал. То есть, вот эти вот мелочи, они очень сильно влияют на игру на дистанции. Поэтому многие игроки задрачивают эту расу, просто потому что иного пути нет. Ты или так играешь, или никак иначе. Слушай, может забрать пехотинца, да, Кайл он добивает. Да, он тратит ману за счет этого. И так как он теряет Койл, он может потерять еще Вурдалака, но вроде как он неплохо контролит, подходит. Сейчас еще одного пехотинца убьет. Ой, раненый Вурдалак, он не ушел далеко, и он сейчас умрет. А-а-а, завтык. Еще от Нитрава. Нет, Кайл он забивает, чтобы от Нитрава не погиб. Да, скелетов отдавать нельзя, они дают немного опыта, конечно, всего лишь 12. Но 12 опыта это тоже опыт. Там тем временем кузнеца, то есть опять стрелки, священники. Интересно, кто это будет второй герой. Интересно, как будет играть Романтик. Неужели это Лич вторым героем и Пауки? Какая-то, знаете, олдскульная стандартная. Горный Король. Да, Горный Король вторым героем все-таки. Мне понравилось палатином играть, судя по всему. Не хватило контроля во многих моментах. Потому что Горный Король и его молоток это база, как вы можете понять. Войска вступили в бой. А, Нитрава умирает. Там черепаха просто хрум. Шт, шт. Окей. Питворд вторым героем. Ну, такая паберская тема. Рейтинговая тема. В рейтинге так иногда пацаны играют, когда хотят повеселиться. У тебя Питворд с мощнейшим кливом. И, может быть, Некромантов добавить, например. Некроманты стали с Труповосками сильнее в последнем патче. Против Альянса уж тем более. У тебя бешенство можно накладывать на Питворда И в теории против однобазового альянса это очень сильная тема Потому что можно кричать, понижать урон Ну в теории Питворд на самом деле против однобазового альянса это очень крутая тема Действительно, потенциально Это может сработать Это очень рандомно, но в том-то и прикол, опять же То есть есть смысл пробовать дурацкие рандомные вещи Баберские вещи, нестандартные штуки Против оппонента, который сам в нестандартном положении Хэппи, ну... В нестандартном для себя ситуации Он играет с альянс как бы за свою слабейшую расу И естественно, опыта у него мало И возможно он просто не вдуплит, как играть против рыцаря смерти Питворда И возможно он просто не поймет, насколько Питворд может быть опасный и завтыкает в каком-то моменте Там Т-3 и вертолеты Как бы покрепил большую точку Погремушка плети, это не очень круто В целом Потому что Обычно однобазовый альянс играет С стрелками, но тут стрелки как-то не заказываются Может быть это рыцари будут на самом деле Типа Реально рыцари с одной базы? Лисопилку ставят Павадин Да, это реально рыцари с одной базы Хэппи тоже третью игру подряд экспериментирует Какие-то странные стратегии играет Ну, рыцари крепче, чем стрелки И поэтому он, видимо, думает, что с помощью рыцарей он сможет ослабить Питворда Потому что он будет не таким опасным И потенциально против сфинксов, которые будут сильны У него есть мастерская, он делает вертолеты Там когти плюс 8 Перчатки скорости Статы на интеллект и ману Отдают рыцарю смерти Венец благородства Топ, конечно же Ну да, там качается сфинкса Ярость вурталакам Потому что вурталаков реально много Посмотрим, что выпадает с вождя Аура в эмпиризма Ну, для Питворда приятно, конечно Правда, в эмпиризм с Клива не работает Он только работает от атаки по основной цели Но, тем не менее Ну, не знаю, такое Слабенький артефакт Наверное, на продажу вообще Не сильно нужно Это не масс рыцарей Вот для масс рыцарей В эмпиризм это да Это круто Это такая спокойная Однобазая игра Никто вообще не агрессивничает Когти 12 Ну, это, конечно, для Питворда Было бы подарком судьбы А так это просто неплохой артефакт Когти можно будет передать архимаге Он будет с руки нормально наваливать Один-один у Бурдалаки Также добавил Паганище Но, опять же, повторюсь Паганище стали сильнее У них больше смысла Когти! Вот это артефакты Когти плюс 16 суммарно Еще и перчатки скорости Но это, ну, Питворд сильный Второй Клив Там, блин, я не помню точные числа Но вроде как там 65% урона По площади распространяется Ну, где-то, что в таком духе Две трети урона распространяется По площади Третий уровень 90% Ну, вы сами видите 20 урона просто От Клива залетает по противнику Даже чуть больше 22 урона Четвертый уровень Вторая аура Чуть легче контролить будет Там не сильный горный король Но он приближается к третьему уровню И немного убийства будет Кричит на рыцарей Они теперь не наносят Достаточно хороший урон Вурдуак выживет? Вау! На контроличах играет Второй уровень паладина Наверное, невоязвимость прокачает В этом больше смысла Там сфинкс есть Грифоны тоже делаются Против бурдалаков И поганищ В то время как У романтика Особого урона Против грифонов Так-то нет Кроме сфинксов Но они Не быстро убивают Поганища сфинксы Реально много 3750 Блин, серьезно Поганища Я, блин, их надо Я не понимаю Почему их не делают часто теперь Я думаю Их время еще настанет Реально Это скрытая имба уже Армия масс поганища Я вам гарантирую Это скрытая имба какая-то В определенных ситуациях По крайней мере А верты там появляются Пути сфинксов Очень опасно Реца смерти боится Очень побитая наземная армия Конечно Но вертолетов пока Очень мало Поэтому сфинкс С ними более-менее Справляется Даже без маны Реца смерти Убежал Суетливо Очень как-то Очень побитая армия Хэппи Став Можно диспельнуть На самом деле Лечение Чтобы грифон Не лечился На халяву Будет ли он это делать Да Будет лететь делать Видите Надо диспельнуть Он не диспельт Алю дядь Надо диспельтить Там терения вертолета Накопились Вот диспельнул Наконец Но как-то Не очень Это все Надежно Выглядит Там Тем временем Светок исцеления Хочет взять Как-то романтик Не совсем Понимает Опасности Там вертолеты Копятся Потихоньку То есть Когда их будет Там уже Штуку 8 Они будут Ну очень опасны Против сфинксов А против воздуха Толком ничего нет Хотя Крик работает Против вертолетов О Ну Сфинксы с маной Это опасность Конечно Магическую башню Пытается пронести Хойл залетает Ну и летит Воевать с вертолетами Пока их не очень много Их нужно пытаться убить Желательно Правда Контролить Раненого сфинкса И не отдавать его Ой классно Контролит Хэппи Отводит Раненого вертолета И таким образом Суетится армия И там Дракондор Даже добавилось У Дракондора На 2 единицы Больше урона Как антивоздух Он не такой Плохой уже Там тем временем Битва наземных армий Рыдца смерти Много урона Получу Питыч Теперь четвертого уровня Но все вертолеты Закончились Которые были Вот один есть новый Как это очень странная игра Если честно Прям По лимиту Больше немного Ноунейма Романтика Ой горгулью поймали Просто В лосось сюда Коилл залетает Но будет ли этого достаточно Вертолеты пытаются убить Не хватает Очень сильно контроля Этой стратегии Романтика То есть видно Что нет леча с новой Ворует ману У горного Чтобы у него не было маны На Молоток Не хватает Новый леча Для контроля Просто альянс Безнаказанно бегает Туда сюда А ты ничего сделать С этим не можешь Четвертый уровень Архимага Вторая аура Чуть больше маны Будет Какой же бред Какой же бред творится Просто в 20 местах Одновременно Игроки контролят Тоже Ставнули почти Мертвого Грифона Коилл залетает Почти мертвого Рыцаря Невоязвимость От Рыцаря смерти Чтобы не умереть От молотка Горный король Тоже нажимал Невоязвимость Чтобы не умереть Паладин Тоже нажал Свою Невоязвимость Там тем временем Очень мало Здоровья у Архимага Ну вообще Конечно Хэппи правильно Играет против Против Питворда Он просто не дает Прямой бой Питворду Он просто не сражается И он его игнорирует И разбегается В разные стороны Чтоб Клифф не работал Теоретически Это правильно А на практике Фиг его знает Красиво Кайлом забрали там Все таки Очень тяжело Гоняться за нежитью Когда у нее Вторая аура На 15% Быстрее она бегает Чем оппонент И даже Те же поганища Очень Как угорелые Бегают В итоге пытается Убежать Выкупает Корного Стафает Паладина Паладину бы Третий уровень Взять Магазин Пытается отстроить Вот не хватает Каких-то Горгулий Что ли Или пауков Возможно Для сеток Пауэрбилдит Для того Что купить Свиток Регенерации По-быстрому Войска Вступили В бой Свиток Зверя Пятый уровень Рыцера Смерти Третий Койл Суперопасно 600 хп Будет лечить Чтобы вы понимали Это Половина здоровья Паганища И Две трети Здоровья Питворда И Питворд Еще сферу Получил У него Еще больше урона Теперь Ну и так как он Понижает броню Основной цели То соответственно Урон будет считаться От основной цели То есть Понижение брони Это тоже Важный аспект Увеличения Собственного урона Кричит на всех Вся армия Меньше урона Но при этом Нам что-то Задиспелили Сфинксы Чтобы у них Больше маны Было на урон Так понимаю Это в принципе Тоже такая стратегия Типа Питворд На критике Кричит Сфинксы диспелят И получают Бонус к урону Ну Много Погибает У хэппи По лимиту Видно Что тут Проседает Альянс Вертулета Просто не справляется Со своей работой И сфинксы Пытаются Преследовать Противника Потому что Почувствовали Запах Крови Диспелит Грифона Чтобы он не Восстановил Здоровье Он там Улетает Кстати Так и не Использовал Свиток зверя Хотя он На сфинксах Не работает Не хватает Грейда На урон Сфинксам Они чувствуют Себя Реально Комфортней Бы Блин Это просто Клоуната Какая-то Вообще Бред Какой-то Видно Что оба Не в своей Тарелке И оба Вообще Не понимают Что происходит Он такой Так Ну алтарь Можно уничтожить Магазин Можно уничтожить Алтарь Чтобы героя Не вернулся Как-то Паладин Если умрет Например Чтобы выкупали Магазин Чтобы нельзя Было Расходники Пупить Сфинксами Преследуют Хэппи Пытается Спасти Алтарь Свой Тыкать Очень сильно Хочет затыкать Рыцаря смерть Он очень сильно Хочет Нежить И что-то Ушло Один Сфинкс Возможно Погибнет Романтик Пытается Им отойти Он Что-то там Из спельного Восстановил Себя здоровье Он все равно Погиб Рыцарь смерти Кстати окружен У него есть Свиток телепорта Он не должен умирать Кинул кою В Архимага И сам нажимает Свиток телепорта И Архимаг Нажал Свиток телепорта Для того Чтобы не умереть То есть это победа Для Романтика Потому что Он заставил Оппонента Использовать Те же самые ресурсы И по лимиту Конечно Романтик Доминирует У него Очень много Юнитов На фоне Оппонента Ой Интересно Заметит Ему надо будет Продать Зикурат Походу Не заметит На конце игры Или заметит Если вернется На базу Точно заметит Паладин Третий Кстати Есть второе Лечение Ой Влетают Сфинксы Войска Вступили В бой Пятый Питыч Третий Клифф Это просто Феноменальный Урон Воздух Точнее Земля Просто разваливается От него Если что Клифф На воздух Не работает Казалось бы Да Альянс У Альянса Чаще всего Проблемы С такими Завтыками За счет Этих Ферм И Узкости В целом Блин Там вертолетов Уже немало Но они Под криком И это Круто Это очень Важная Штука То есть Вертолет Реально Гораздо Свобее Становится Временем Поганщик Оставляется Может попытаться Архимага По-быстрому Забрать Там Третий Хой Все-таки Или Горного Короля Пытаться Убить Петворд Временем Атакует Воздух Что в принципе Вроде как Нормальное Решение Мертолеты Заканчиваются Сфинксы Остаются Вордолаки Тоже Что-то Там делают По сути У Альянса Остались Только герои Но они Без маны И почти Мертвый Архимаг Шестой Уровень у Петворда У это можно Использовать Думгарда И Обменейшн Так до конца Игры И не ушел Оттуда И в итоге Романтик Все-таки Вырвал Карту В какой-то Абсолютно Тотальный Клоун Аде Это просто Бред был Какой-то Но Этот бред Сработал И В итоге Мы идем На следующую Карту Северная Острова Карта Такая Интересная Достаточно Она вроде Как и Большая Тут В принципе Играть Явно Не очень Хочется В одну Базу За Альянс Но я Не сомневаюсь В хэппи О Завтыкал С работником Один Пришел Безополучения Микро Завтыки Микро Завтыки Тем временем Тут рыцарь смерти Первым героем Я так понял Романтику Понравилось Играть Без ворда Он видимо Хочет Повторить Ну посмотрим Итор Вторым героем Это прикольная тема Она может работать Вы сами видели Насколько он может быть сильным Если дать ему Раскачаться Если дать ему Артефакты Он может Прям Реальным Стать очень Большой проблемой Светок зверя Ну наверное Неплохая штука Это конечно Невоязвимость Или банка здоровья Или банка маны Наверное Было бы поинтересней Пехотенец Видит Что тут рыцарь То есть он понимает Что опять Питвор Вторым героем И ему нужно Что-то с этим делать А что делать с этим Я думаю Хэппи не уверен На все сто процентов Потому что он сам играет За не свою расу Но он живет Тир-2 Типа Покамон На северных островах Ждать Тир-2 Одно базовый альянс На этой карте Мне кажется Это очень слабая стратегия Карта слишком большая Тут нужно ставить базу Наверное Но Хэппи играет Самую комфортную Для тебя стратегию Его выбор Простой Возможно Рыцарь И Рыцарь Это возможно Был не самый сильный выбор Возможно Надо просто по-другому Сыграть Тир-3 Билд И будет попроще Хэппи Тем временем Пользуется Жезлом иллюзией И пытается Крипиться Амулет энергии Выпадает Довольно неплохая Штука Конечно Дополнительная Амана Видит Что база не строится Там Тир-2 Иллюзия Бежит на разведку Иллюзия Видит Что там Тир-2 И Строится Кузинца Да Он увидел Кузинцу То есть он предполагает Что это скорее всего Опять Стрюки А возможно и нет Но как бы то ни было Это не экспант Гурдалаке Тем временем Качает Сердце Смерти Кайфует Так как он сейчас Получит третий уровень Скорее всего Ну и Типа тут третий уровень У Архимага Конечно Что же очень сильно Хэппи Бежит вниз Тану У Хэппи Настолько большой мозг Ха-ха-ха Круто Прочитано Это Мне Спасибо Войска Вступили в бой Нам тоже кстати Амулет энергии Выпал для рыцаря смерти Ну Для него крутые артефакты Для Питворда Нет Питворд Очень зависим от артефактов Ему нужно Хотя бы парочка когтей Для того чтобы быть реально машиной Как мастер клинка В этом плане Ой ну Убить несколько бурдалаков Это любодорого Минус один Т2 есть Питворд нанят Да Питворд нанят А там стрелки Тем временем То есть Хэппи играет Более агрессивную И быструю стратегию Но при этом Он нажал тир-3 сразу же Тир-3 также сразу же Нажимает и романтик Не боится он Ой Блин Ну окружать Питворд Это конечно такая себе история Потому что он клибит всех Но Если его при этом Быстро убить То почему бы и нет Не ну здоровье быстро теряет Здесь Питворд Видимо Койл сейчас кинет Длинноствольные мушкеты Уже заказал Подожди Что? Еще один микро завтык от Хэппи Ну не своя раса Видите? Как так Как так вообще получилось? Подожди Как это вообще возможно? Ой там Угружили Питворда Тем временем Все таки Он славил Койл Но видимо этого недостаточно Кидает молоток У рыцаря смерти Чтобы он не кинул Койл В итоге Питворд умирает Как это вообще возможно? Как вообще можно так сорвать? Ладно Это бьют Мы не понимаем Мы не понимаем Это так и задумывалось Убили Питворда Конечно Это необычно Неприятно Точнее Но он первого уровня Поэтому это не так страшно Интересно Когда Хэппи Заметит Что он не построил святилище Он вообще не задается вопросом Что что-то не так Рыцарь тем временем Бегает вокруг Пытается подворовать Гнола Он уже может кинуть Койла Койлу в Гнола На самом деле Он видимо пехотинца А не стрелка убил Молоток кинули в рыцаря Чтобы он не убил Гнола А тут выпали Киталаские сапоги Так себе штука Добивает Элементаля Получает опыт Он все еще не достроил Святилище Войска Обступили Ворк конечно В конце времени Опять Сфинксы Обминайшн Судя по всему Ладно Я буду держать Святилище Вот так вот Чтобы мы узнали Когда он достроит ее Он сейчас Наверное Вот сейчас Он придет тут Увидит Что она не достроена И он такой Подожди А как так Что это Это как в реальной жизни Просто стройка непонятная Типа знаете Когда они достраивают Долгострой Он все равно Не заметил Но сейчас Когда Да Он заметил Потому что он увидел На мини карте скелета Он увидел на мини карте скелета И посмотрел Ну хотел Глянуть Что за скелет И такой А подождите И видите Три-четыре рабочих Сразу же Он такой Типа в смысле Только сейчас Жрец он заказывает О боже Не ну Когда профессионалы Играют не за свои расы Вы сам видите Какие комические ситуации Могут происходить Это 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 кино Просто Это Синема С ополченцами Пошел крипиться Горному королю Нужен опыт И Желательно Хороший артефакт Это же касается Петворды Ему нужны когти И только когти Желательно В больших количествах Там ярость Вурталаком Прокачивается И Когти Отлично Очень хорошо Тут же выпадает Талисман Жизненные силы Тоже неплохо Для выживаемости Наверное Хэппи просто привык Что Занежить Как Занежить Знаешь Ты отправляешь Акалита И здание Самостроится И он Забыл Что он играет Не Занежить Скорее всего В смысле Здание Не самостроится Это как Вообще Это мне Самому Надо делать Да Паладина Пытается Прокачать Горный король Все таки Взял Третий уровень Как и Архимаг Тотем Исцеление Для криппинга Неплохо Для восстановления Здоровья Мне боя Тоже неплохо Еще одни когти Ну все Петворд Очень сильный Уже По артефактам В принципе Он получил Свой минимум Для того Чтобы быть Опасным Она все таки Хочет Забрать его Есть Сфера огня И Став Поэтому Есть чем Работать Скажем так Петворд Умер Походу Нет Окружение Будет Да будет Не Ну окружать Петворда Это очень опасно Но когда он Один без поддержки Сейчас еще молоток Кинут Не Он не успеет Просто Коилу кинуть Не успел Но там Сфера огня Режет Килл И поэтому Он умирает Не Ну это конечно Мощно Нельзя Все таки Вот так вот Нагло Играть Петворду Да конечно Когда окружает Петворда Он много урона Может при этом Нанести Но ему нужна Поддержка Ему нужна Армия Подожди Хэппи брау Рабочих Он собирался Застраивать Оппонента Потом Передумал Или что Выкупает Питыча Окружили Еще одно Поганище Очень хорошая Игра От хэппи Четвертый уровень Архимага Вторая Аура Больше Маны Для всех Паладин Взял Ауру Кстати На втором Уровне Мастерство Качает Дерева Не хватает Который Грейт На атаку Стрелкам Качает Войска Вступили В бой А важный Крипит Магнотавра Разорителя Когти Двенадцать Архимаг Конечно Наваливать Будет Романтик Пытается Рываться Там клэп Есть Правда Там Исцеление При этом Еще Работает И вот Минил Пит Уор Там Еще Прелесть Артефакта Просто Под таким Залбом Конечно Все Разваливается Сфера Огня Это Классная Штука И там Еще Нейтравы Просто Атакуют Романтика Это Большая Проблема Ой Начинает Ой Клив Ой Пошла Родная Ой По 30 Атаки Кливом Наносится Всем Ой Жрецов Смотрите Ну и Хэппи Это Понимает Поэтому Пытается В разные Стороны Расходиться По мере Возможностей И заставляет Питворда Бегать То есть Когда Питворд Здесь Питворд Делает Шаги Они Атакуют Это Очень Плохо Для Питворда Питворд Должен Все время Стоять И атаковать Но Это Сделать Тяжело Если Оппонент Специально Контролит Много Красного Такого У Хэппи Питворд Как-то Слишком Жестко Бежит Вперед Все Ремя Его Атакуют Архимаг Чтобы Коил Был Слабее Умная Игра От Хэппи Что? А как Питворд Погиб Подожди Я Че-то Как-то На секунду Отвлекся И он Взял И умер Виде Он там Молоток Залетел Четвертый уровень Рецыра Смерти Вторая Аура Ну Классно Очень Разменивается Хэппи По лимиту Сами Видите Какая Ошеломляющая Разница Видео Питворд Больше Не работает То есть Как бы Хэппи Взял Более Темповую Стратегию И дальше Играть Очень тяжело Стало Бенуар Химаг Просто Жесть Руки Наваливает 33 27 То есть Почти В два раза Больше урона За счет Артефактов Третий Уровень Паладина Второе Лечение Горный Король Почти Четвертый Уровень Второй Клэп Будет Убивает Своего Рабочего Чтобы быть 50 Лимита Чтобы добывать Больше Золота При этом Ставит Авиарий Чтобы Потенциально Выйти в Грифонов Потому что Грифоны Нужны Против Абоминейшенов Очевидно Пока Не ищите Временем 2-1 Жрецы С мастерством То есть Но Нейму Романтику Нужны Сфинксы Чтобы Это Обязательно Рассеивать Понижается Массовый урон Клиф Хороший Клиф Хороший Как видите Специально Заставляет Просто Бегать Оппонента Но Клиф В толпу Выглядит Просто Феноменально Просто Слиз Джет С половину Здоровья Уже Потерял За все Время Светок Иссоления Там Сработал Очень Побитые Поганища Хорошо Контролит Хэппи Он просто Заставляет Оппонента Бегать Пользуется Тем Что у Него Армия Ближнего Боя У него Романтика И Проблема Юнита Ближнего Боя Что им Нужно Подойти К оппоненту Чтобы Атаковать И пока Он гонится За юнитом Которого Он хочет Атаковать Его Все остальные Вражеская Армия Просто Расстреливает Так что Тут В принципе Микруха Хэппи Просто Тащит Реально Тотем Исцеление Для лечения Можно Эту точку Покрепить Потом Можно Отойти На красную Точку Как вариант Нанимает Вурдалаков Вурдалаки Тут Слишком Тонкие Нужны Просто Обомщики И Сфиньки Сфинксы Для того Чтобы Рассеивать Внутренний Огонь И Может Может Кому Передать Передать Или Став Как вариант Ему Передать Капюшон Или Оставить Его Паладину Чтобы У него Больше Маны Было Немного Но Но Без Атаке Урона Немного Огнем И мы Идем На последнюю Пятую Карту Потому Что Они Играют Просто Пять Карт Скрытый Хоум Консилд Хил Повелитель Ужас Решил Всех Героев Попробовать Романтик Всех Доедино Рыск Вступили В бой Он Всех Героев Кто Только Можно Попробовал Кроме Темной Охотницы Но Из Алтаря Он Сделал Всех Героев Первыми Жук Первым Был Лич Первым Был Рецепт Смерти Два Раза Был И Вот Последний Повелитель Ужас Шикарное Окружение Пехотинца Реализовал Сон Но Тем не менее Пока Он Убивал Одного Пехотинца Хэппи Убил Первую Точку И Бежит В Атаку Он Знает Самую Сильную Контру Повелителя Ужаса Это Агрессия И только Агрессия Повелитель Ужаса Очень хочет Ставить Базу Повелитель Ужаса С одной Базы Самый Слабый Герой Нежити Все Остальные Герои Более Комфортно Себя Чувствуют Как Буз Одной База Ну Или Скорее Жук Тоже Дискомфортно Себя Чувствует Но Помешать Жуку Ставить Дополнительную Базу Почти Невозможно Пехотинец Стоит Для того Чтоб Смотреть Плюс Еще На этой Карте Важный Момент На руднике Сильная Защита Много Крипов Очень тяжело Но Романтик Нажимает Тир 2 Это Какие-то Безумные Эксперименты Пошли Когти Выпались Как Телепорта Продал Собирается Крепить Гомлинский Магазин Это Видит Хэппи Он Тоже Нажал Тир 2 Естественно На этой Карте Тир 2 Альянс Ну Однобазовый Альянс Выглядит Очень Солидно Я бы Добивает Его Архимаг Получает Опыт И он Приближается К 3 Уровню То есть Если он Бьет Кого угодно Одного У него Будет Второй Элементаль Ему Нужно Кого-то Здесь Убить Он Боится Стоять Рядом Архимаг Потому Что Сон И Окружение Это Очень Страшно Однобазовый Повелитель Ужаса Интересно Будет Глянуть Что Это Вообще Как Это Вообще Можно Играть Восстанавливает Себе Здоровье На Проклятой Земле Плюс Еще Ритуальный Кинжал А Хэппи Просто мешает Своему Оппоненту Ему Где-то Взять Третий Уровень Он Был Б Очень Кстати Любое Убийство Любой Вурдалак Даст Ой Окружение Нет Справа Есть Выход Для Архимага Бивая Этого Иллюзиями Пытается Окружать Архимаг Теряет Своё Здоровье Видимо Архимагу Придется Жать Телепорт Он Забрал Двух Вурдалаков И Третьего Вурдалака Забирает Но Он Жмёт Телепорт В принципе Три Вурдалака Стоит Дороже Чем Один Телепорт Теперь Он Пытается Крепиться Кидает Сон На Гнова Он Самый Опасный И Надо Поспешить С убийством Остальных На Нейтралах Убивает Вурдалака Архимаг Восстанавливает Здоровье Войска Вступили И Все Пехотинцы Бегут На Север Мешает Своему Оппоненту Потому Что Хэппи Догадывается Что Делает Его Оппонент Потому Что Это Очевидно Поведитель Ужаса Очень Хочет Ставить Дополнительную Базу Там Хоть Уже Есть Тир 2 Но Блин Догнова Не Убил И Фиг Ты Его Убьешь Окружение Окружение И Телепорта Нет Это Красиво Было Поведитель Ужаса Довольно Медленный Он Не Купил Сапоги Себе И Вот Агент Умирает Ранен Пехотинцев Филигранно Хэппи Отводит На Фонтан Твордовак Поживает Но Этого Убивает Зато И Пехотинцев Еще Стопят Скелета И В итоге Хэппи Выигрывает В этой Карте Ну Да Поведитель Ужаса Совсем Не Рабочий Герой В Современных Реалиях Потому Что Все Знают Как Его Контрить В итоге Как Вы Уже Поняли Хэппи Со Счетом 4-1 Выиграл Фортитюда Романтика Хэппи Заработал 550 долларов 140 долларов Заработал Фортитюд Но Можно Сказать Что Оба Игрока Не Сильно Понимают Как Играть За Свои Расы Видно Что Они Просто В И Наблюдательного Наблюдательного Наблюдения Недостаточно Для того Чтобы Понять Как Играть Так Что Да Практика Решила Но Это Был Очень Крутой Шоу Матч Это Была Очень Необычная Встреча Очень Необычные Стратегии Как раз Именно Потому Что Игроки Поменялись Расами И Это Было Невероятно Круто Надеюсь Вы Со Мной Согласны Спасибо Всем Кто Смотрел До Конца Спасибо За ваши Пальцы Верх Всем Приятного Вечера